Такого в Твери еще не было. В центральном районе города, в одном из дворов на проспекте Чайковского, установили абсолютно новую контейнерную площадку. Создана она по всем европейским стандартам. А самое главное, отмечают в компании Тверь спецавтохозяйство, отвечает новым требованиям СанПИНА. В чем особенность новинки и насколько она удобна для жителей, разбирался наш корреспондент. Двор дома номер один, корпус два по проспекту Чайковского. Именно это место было выбрано для реализации пилотного проекта компании Тверь спецавтохозяйства. Теперь здесь установлена вот такая современная контейнерная площадка. Она позволяет собирать не только пластик или смешанные бытовые отходы, но и мебель, а также старую бытовую технику. Для этого здесь оборудован отсек для крупногабаритного мусора. Впрочем, главная особенность даже не в этом. Делить мусор на фракции. Практика для нашего города уже не новая. Куда важнее то, рассказывают в Тверь спецавтохозяйства, что такая площадка отвечает новым, вступившим в силу 1 марта этого года, санитарным правилам и нормам. Она здесь построяет запах, герметичная, закрытого типа. Не растаскивают птицы, звери, официальные личности, то есть не роются в них. По словам представителей компании-производителя, аналогичные контейнерные площадки уже давно установлены в Германии и Финляндии. Для Тверских дворов такого рода сооружения пока кажутся диковинным, однако местные жители вроде бы уже привыкли к новинке. Чище, современнее, конечно, лучше. Дизайн намного лучше. Представители компании Тверь спецавтохозяйства отмечают, что в идеале подобные контейнерные площадки должны быть установлены в каждом Тверском дворе. Работу в этом направлении должны вести управляющие компании или ТСЖ. Средняя стоимость одного модуля около 70 тысяч рублей. Удобство для рабочих, удобство для водителей, удобство для уборщиков контейнерных площадок. Ну и сейчас будем постепенно прививать культуру населению. Ну и думаю, будет гораздо лучше и чище. На сегодняшний день идет согласование установки подобных контейнерных площадок в центральном районе города. В скором времени такие же конструкции могут появиться и в других районах Твери. Говорят, в Тверь спецавтохозяйстве. Продолжение следует...